дорогие зрители если у вас проблемы с просмотром видео на youtube у меня есть канал на дзене ссылочку я оставлю под видео в описании в первом закрепленном комментарии приходите подписывайтесь смотрите там где вам удобно и чтобы мы с вами в случае чего не потерялись если вдруг youtube совсем прекратит воспроизведение видео всех приветствую сегодня у нас будет видео о покупках практически все эти вещи были куплены в секонд-хендах города ростов великий недавно я ездила в мини-путешествие и конечно же заглянула в местные магазинчики также еще будет немножко сумочек и совсем чуть-чуть украшений так что давайте начнем давайте начнем с джемпера который я купила для себя точнее не для себя для мужа это наверное единственная покупка все остальные вещички отправиться ко мне в telegram канал точнее в мой магазинчик телеграм-канале если вам интересно ссылку оставлю в описании под видео переходите подписывайтесь джемпер прекрасный джемпер и стопроцентной шерсти мериноса от марк and spencer и прекрасного качества тонкая такая знаете нить очень теплый мягкий практически не ощущается бирочка внутренне срезана но здесь написано extra fine мерино в общем отличная такая вещичка кстати говоря муж его даже не мерил но я думаю что подойдет все вещи стоили примерно 500 600 в общем до 700 рублей так как я пробивала все одним чеком в общем так примерно вас сориентируем в общем вот такой очень классный джемпер на осень или на зиму следующий джемпер в таком невероятно красивом цвете от бренда роберто сарта это бренд голландский в россии он не представлен и он из стопроцентной чистой шерсти очень красивые пуговицы сделаны как бы под жемчуг состояние прекрасное состояние новые вещи размер 42 европейский то есть на наш это где-то 48 это единственный джемпер который я покажу вам в примерке я его примеряла но мне вот к сожалению тоже маловат очень красивый был бы по мне я бы с довольствием оставила себе далее джемпер от бренда zara и он также из стопроцентной шерсти в размере с состояние хорошие никаких дефектов изъянов не нашла мне еще очень понравился цвет то есть не просто такой знаете вот коричневый такой коричнево-серый что-то типа того уже хочется таких вот эти осенних красок в преддверии осени и вот такие цвета прям тянет на бордовые коричневые такие очень интересные кстати вот здесь вот пришла кошка помогать вот видите как разлеглась показать вам какая она красотка следующий кардиган тоже в такой знаете осенней тематике и бордовый и кирпичный очень красивый кардиганчик также из стопроцентной шерсти есть на качество вулмарк пуговицы очаровательные это натуральная ракушка состояние прекрасная шерсть очень мягкая такая знаете вот номер нос и шерсть похоже прям вообще не ощущается но при этом она будет очень очень теплая размер кажется если я не ошибаюсь был указан 42 то есть если это европейский 42 на 48 но мне кажется что вот он как-то маломерит наверное на 46 вполне подойдет на 48 наверно будет прям вот обтяг скажем так очень тоже отличный прекрасный кардиган еще один джемпер от бенетон и также из стопроцентной шерсти здесь присутствует только вот это бирка внутренней нет и хочется такой знаете небольшую предысторию вам рассказать так как все эти покупки были совершены достаточно быстро у меня не было там знаете много времени и соответственно каждую вещь прям детально я не рассматривала ну в целом посмотрела дефектов нет нормально и вот пропустила к сожалению этот джемпер с дефектом сейчас я вам покажу есть зашитое место на рукаве где-то здесь она была вот а нет вот вот оно место в принципе понятное дело что в носке это да будет незаметно ну все равно то есть если бы я это брала для себя мне было бы как бы вообще по барабану можно носить это дома когда холодно или знаете там до магазина быстренько добежать там под куртку надеть не потому что сам джемпер очень классный качество шерсти точнее очень классный он знаете такой пушистенький он даже чем-то напоминает по тактильным ощущениям кашемир то есть очень мягкий и вот за счет этого ворса в принципе этот дефект не особо виден но вот имейте ввиду смотрите внимательно если располагаете временем смотрите внимание внимательно и как следует рассматривайте на дефекты цвет потрясающий как я уже сказала знаете такой бордо вины с вкраплениями черного тоже вот прям осенние такая тема очень классный но вот к сожалению последний на сегодня будет лонгслив от h&m и он стопроцентного льна размер м состояние прекрасное без дефектов лен по качеству это что-то типа трикотажные футболочного такого типа мне понравился цвет мокрый асфальт или графит очень интересный вообще это база мне кажется такие вещи всегда нужны всегда никогда не будут лишними в гардеробе достаточно быстро изнашиваются и собственно всегда актуальны теперь покажу вам сумки хочу сразу предупредить что я купила их не в ростове а в обычном секунде в подмосковье в своем городе в мытищах в общем мне я уже это не раз говорила редко везет на кожаные сумки я практически никогда не встречаю кожу в нормальном более-менее носибельным хотя бы состоянии и вот в последнее время в последний месяц это уже третья сумка кожаная которой я покупаю давайте вот начнем с вот этой вот малышки от бренда тоус это натуральная коровья кожа понятное дело что она была в использовании да видите на коже такие вот как-то замятины может быть при транспортировке они были приобретены в общем нужно ее наверное выпрямлять я правда не знаю как наверное надо чем-то ее набить а так в целом следы носки да безусловно есть где-то какие-то моментики но в целом все нормально никаких там каких-то знаете царапин или еще чего-то такого явного нет то есть и вполне можно носить и не нужно там не подкрашивать ничего единственное что вот фурнитура сейчас камера сфокусируется видите то есть царапинки есть на фурнитуре но это ничего страшного если честно я сама наверно после месяца носки на своих сумках у меня тоже всегда сразу царапается царапается фурнитура очень интересный классный замок вот так открывается и в общем кожа как я уже сказала натуральная коровья внутри это просто подкладка то есть это ткань вот бирка и еще есть 2 бирка и очень сложно сфотографировать я полчаса мучилась там в общем написано что это кожа и так далее я вам прикреплю фото очень мне понравилось вообще обожаю такие пудрово-розового цвета сумки цепочка тоже достаточно качественная такая увесистая в общем с удовольствием забрала наверное оставлю ее себе и обошлась она мне где-то в районе может быть 1600 примерно так а эта сумочка от бренда пикард также из натуральной кожи просто здесь отделка уже немного другая в общем состояние тоже хорошая из нюансов был только знаете чумазая подкладка я уже ее постирала эту подкладку почистила сейчас на более-менее все бирки присутствуют есть номер регистрационный и здесь написано тоже официальный сайт номер вот здесь еще бирочка есть также там написан штрих-код оригинал и так далее в общем что хочу сказать чумазый подклад был и единственный дефект вот здесь на ручке на ремешке видите одна трещинка имеется только в одном месте внизу вот она все остальное отлично ну и как я уже сказала по царапанная тоже фурнитура но это неизбежно к сожалению вот это вот буковка п тоже на ней немножко царапинки присутствует в общем я что хочу сказать моделька очень актуальны и сейчас такие модели пользуются спросом популярностью много где вижу такие и продаются я сама себе присматривала подобную только от бренда coach и тут вот я нашла такую красотку тоже обрадовалась но потом почему-то я подумал что наверное я это же выложу на продажу ну сейчас думаю на русске тоже оставлю себе не так часто попадаются какие-то классные кожаные сумки а здесь вот так вот повезло сразу две штуки и в принципе я говорю по состоянию нормальное состояние ничего такого сверхъестественного нет вот вчера я чистила и кожу эту тоже видите теперь какие-то вмятинки появились наверно тоже нужно будет ее как-то это набить или что-то типа того напишите в комментариях если вы знаете как вот замятины вот исправить на сумках по цене она стоила примерно как то сумка может быть чуть-чуть подешевле ну и заключение покажу вам быстренько украшение давайте начнем с колечко купила я его в ростове в путешествие вот такая вот интересная дорожка она из серебра 925 пробы черненькие это камни это фианиты черные ничего особенного ну знаете вот мне нравится как смотрятся такие кольца в каких-то сетах либо даже просто вот так тоже вполне себе интересно значит она сделана в ивановской области город приволжска 925 серебро полторы тысячи она стоила в общем мне понравилось решила его купить грамма 70 здесь и теперь колье она от бренда соколов и эта коллекция гарри поттер кто любит эту тему то вот хочу поделиться что он нашла его я на валдерс на самом деле это коллекция давно распродана в магазинах да и на валдерс уже практически ничего не осталось там я не знаю по моему одни золотые сережки остались и все больше ничего нет и вот я увидела что появилось наличие от этого прекрасное колье она типа добби свободен здесь написано да и вот такой милый носочек серебро 925 пробы также кстати на мне еще новое я его не надевала три с чем-то грамма 369 или два варианта размеров есть 50 55 сантиметров и 40 45 в общем если кому интересно оставлю артикул вам напишу пишите если интересно напишу артикулы потому что очень быстро разбирают может кому-то еще такое нужно или на подарок мне вот она очень понравилась на сегодня у меня все спасибо вам большое за просмотр за ваши лайки пишите в комментариях что вам понравилось также подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылка будет под видео в описании и пока пока до новых встреч